Как Маша и Коля искали жданки Многие слова и выражения, которые нам, взрослым, кажутся понятными и знакомыми, детям кажутся необычными. Вот что, например, подумает ребенок, когда услышит выражение «крыша едет». Естественно, ребенок подумает, что в доме крыша куда-то уезжает и станет бояться того, что он и его родители промокнут в своем же доме, если пойдет дождь или снег. Но маленькие дети еще не знают, что у слов и выражений есть переносное значение и все, что они слышат, они воспринимают буквально. А что же представит ребенок, если услышит такое выражение, как «съесть жданки». Вот что это за жданки такие? Это грибы, ягоды или что-то другое? Об этих жданках однажды услышала Маша и приспичила ей вместе с Колей отправиться куда-то за ними. Началось все одним летним утром. Маша после завтрака почистила зубы и пошла играть в свою комнату. Она взяла игрушечного крольчонка. Маша звала своего крольчонка Маруся, поскольку она была в юбочке и, соответственно, была девочкой, и стала с ней играть. «Давай с тобой попьем чайку, Марусенька. Хочешь? Сейчас я тебе налью. Вот, угощайся. Ммм, как вкусно! Так, надо принести конфетки. Сейчас пойду на кухню и принесу по конфетке. Одну тебе, а другую мне». Маша пошла на кухню. А на кухне мама Маши разговаривала по телефону. Судя по всему, с папой Колей. «Погода сегодня хорошая. Мы с Машей скоро пойдем гулять. А вы пойдете сегодня на прогулку? Сходите с Колей и прогуляйтесь. Сегодня погода просто замечательная. Коля будет рад погулять с Машей. Дождя сегодня не будет. Да, целый месяц было холодно и дождливо. Лето как будто и не торопилось к нам. Я все жданки съела, пока оно шло к нам. Дождались лета». «Жданки съела?» «Хмм, ладно, созвонимся еще. До встречи. И передавайте от меня привет Коле». «До свидания». Маша подошла к столу и стала смотреть в небольшой вазочке конфеты. «Мамочка, а можно взять конфеты?» «Пожалуйста». «Можно, доченька». «Спасибо». «Ты какие конфеты хочешь взять?» «Я... А возьму я два колоска». «Хорошо, бери». «Спасибо, мамочка». Маша вернулась в свою комнату и положила конфеты рядом с игрушечными чашками. «Я принесла конфеты. Сейчас будем есть». «Хмм, а что я искала?» «Я вроде хотела найти не колоски, а... жмурки». «Нет, не жмурки». «А, жданки!» «Что же такое жданки?» «Это конфеты?» «Хмм...» «Марусенька, ты не знаешь, что такое жданки?» «Вот и я не знаю». «Надо бы с Колечкой поговорить». Вскоре Маша и ее мама собрались на прогулку. Как всегда, они пошли на детскую площадку. Там Маша встретила Колю. «О, а вот и Колечка бежит! Привет, Колечка!» «Привет, Маша!» «Сегодня солнышко вышло, можем снова гулять». «Да, это хорошо!» «Давай покатаемся на качеле». «Ну, давай!» «Мамочка, мы пойдем к качелям!» «Хорошо, доченька!» Маша и Коля пошли к качелям. «Давай, я тебе помогу!» «Спасибо, Колечка!» «Давно я не каталась на качелях!» «Сейчас буду тихонько раскачиваться!» «Да, сейчас я тоже сяду...» «Ой, а ты не упадешь?» «Нет, я же держусь за качели!» «Не упаду!» «Не бойся!» «Ладно, слушай, я хотела бы тебя спросить» «Да, в чем дело?» «А ты знаешь, что такое жданки?» «Жданки?» «Да» «Что-то похоже на жмурки!» «Может быть, эта игра не похожа на игру?» «Почему?» «Просто я слышала, как мама разговаривает по телефону, и она сказала, что съела жданки» «Съела жданки?» «Ага» «А значит, это не игра, а что-то съедобное!» «Только что же это?» «Я думала, что это конфеты такие!» «Я решила посмотреть в вазочку, а там кроме колосков ничего не было» «Хм, жданки» «Может быть, это грибы такие?» «Грибы?» «Да» «Есть лисички» «Это не маленькие лисы, а грибы так называются» «А есть поганки» «Мне папа говорил, что они ядовитые» «Их лучше не есть» «Поганки» «Жданки» «Ой, неужели жданки ядовитые?» «Я не знаю, но если твоя мама съела жданки, значит они съедобные» «Интересно, а где же можно найти жданки» «Ну, грибы растут в лесу, значит жданки нужно искать в лесу» «Лес далеко, мы до него не дойдем» «А, тогда давай пойдем в парк, он совсем рядом» «Помнишь, мы здесь катались на велосипеде» «Да, помню» «Мы просто поищем жданки и все» «Ну, я не уверена, но...» «Ладно, пойдем, только недолго, хорошо?» «А то мама меня будет искать» «Хорошо» Маша и Коля слезли с качелей и пошли по дорожке в парк «Колечка, я волнуюсь, может мы вернемся назад» «Все хорошо, Маш, не волнуйся» «Так, папа мне рассказывал, что грибы растут обычно рядом с деревьями» «Сейчас мы будем искать жданки» «Будем искать вон там, под березами» «Ты думаешь, жданки растут там?» «Не знаю, может быть» Дети пошли к одной из березок Там они увидели несколько грибов «Ой, Маш, смотри, грибы» «Ой, тут только два грибочка» «Один рядом с деревом, а другой на дереве» «Какой из них жданка»?» «Я не знаю» «Может быть, тот, что рядом с деревом» «Что-то мне этот гриб не нравится» «Мне тоже» «По-моему, это все-таки поганка, а не жданка» «Что же тогда такое жданка, если это не гриб?» «А может быть, это ягоды такие» «Ягоды» «Ага» «Не знаю, Колечка» «А давай проверим» «Может, мы лучше вернемся на площадку?» «Я к маме хочу» «Мы вернемся, Маш, ты не переживай» «Мы только посмотрим, где ягоды и все» «Грибы мы посмотрели» «Не нашли жданки» «Найдем их среди ягод тогда» «Может быть» «Ну, ладно, пойдем» «Дети отправились искать жданки среди ягод» «Тут Коля увидел какое-то дерево» «Ой, Маш, Маш, иди сюда» «Я нашел какое-то дерево» «И на нем, о, ягодки» «Знакомое дерево» «Думаешь, на нем растут жданки» «Не знаю, надо попробовать» «Что это за ягода» «Ой, я вот не могу дотянуться» «А давай ты меня поднимешь» «А я попробую дотянуться до ягод» «Давай» «Сейчас, подожди, поднимаю» «Есть, сейчас возьму несколько ягод» «Вот, готово» «Можешь опускать меня, Колечка» «Вот так» «Ага» «Ну что, давай я попробую ягодки» «Вот, возьми ягодку» «Спасибо» «Мх, тьфу» «Какая горькая ягода» «По-моему, это рябина, а не жданка» «Ягоды-то красные» «А какие ягоды у жданки, я не знаю» «Значит, это была рябина, а не жданка» «Да» «Неужели я так и не узнаю, что такое жданки» «Ты чего, Маш, ты чего» «Я так хотела узнать, что такое жданки» «А теперь мама меня будет ругать за то, что я ушла с тобой в парк» «Не будет ругать» «Знаешь, я думаю, тебе надо было просто спросить маму, что такое жданки» «Она тебе бы точно ответила» «Правда?» «Да» «Тут к детям пришли их родители» «Машенька, Колечка, вот вы где, куда вы ушли» «Мамочка, прости нас, мы просто искали жданки» «Жданки» «Просто я услышала, как ты по телефону сказала, что ты съела все жданки» «Я знаю, что подслушивать плохо, и поэтому не стала спрашивать тебя, что такое жданки» «Почему ты смеешься, мамочка» «Машенька, съесть жданки – это такое выражение» «Оно означает очень долго ждать кого-либо или что-либо» «А ты думала, это грибы или ягоды» «Да» «Я думал так же» «Ой, Машенька, ты моя скромняшка» «Не бойся спрашивать меня о том, что тебя беспокоит» «Или просто тебе интересно» «Я тебе в любом случае отвечу» «Ничего страшного в том, что ты услышала мой разговор по телефону, нет» «Не переживай, доченька» «И не плачь, все хорошо» «Ладно» «Ой, мамочка, я тебя очень сильно люблю» «Прости, что я ушла одна» «Я больше так не буду» «Я тоже так не буду» «Маша пыталась меня отговорить, но мне тоже стало интересно, что такое жданки» «Но почему их именно ели» «Давайте я вам расскажу» «Раньше на Руси, когда жены ждали своих мужей на побывку» «Это когда солдаты на время отпуска возвращались к родным» «Они готовили для встречи продукты и не трогали их до приезда мужа» «А если муж долго не возвращался, все жданки, то есть те самые продукты для встречи, съедались» «Правильно, а то долго ждут мужей и продукты уже портятся, пора бы их все съесть» «Какой же ты шутник, Колечка» «Щуыыы. «Кроме заклинга» «Каче сbble» «Ну мы займи «Катус и знакомый